Человек с большой буквы, скромный трудяга и бесстрашный воин. Все это о нашем земляке, Орехово-Зуевце Дмитрие Трофимовиче Иванове. До войны работал на респираторе, после победы вновь вернулся к станку. О том, что он носил звание Героя Советского Союза, знали только близкие и коллеги. Сам Дмитрий Трофимович никогда этим не кичился. Сегодня серия репортажей «Наши герои», «Наша победа» будет посвящена именно ему. Дмитрий Трофимович Иванов на полях сражения был с первых дней. Его призвали в армию и направили в Подольск в артиллерийское училище. И уже в октябре он стоял под Малый Ярославцем, защищая Москву. Курсанты стояли насмерть. Иванов уничтожал наступающую пехоту из ручного пулемета. Врагу удалось прорваться. Передний фашистский танк шел с красным знаменем на башне. Он первым был подбит, а Иванов из пулемета срезал вылезших танкистов. Затем, заняв позицию у подбитого танка, он разрядил два диска по гитлеровским автомашинам, уничтожив при этом 20 солдат. 17 гитлеровцев попали в плен. Также бесстрашно, не боясь смерти, Иванов сражался на западном, брянском, первом белорусском фронтах. За эти огненные годы участвовал в освобождении городов Брянска, Жлобина, Ковеля, Хельма. Форсировал реку Западный Буг. В ночь на 29 июля 44-го года умело организовал переправу батареи на левый берег реки Вислы, где красноармейцы создали плацдарм в районе города Пулавы, Польша. Артиллеристы под его командованием участвовали в отражении пяти контратак пехоты и танков противника. В результате прочной обороны Пулавский плацдарм был удержан в январе 45-го. С него началось наступление советских войск к Кодору. Указом Президиума Верховного Совета от 25 сентября 44-го года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленной при этом отвагой геройства капитану Дмитрию Трофимовичу Иванову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Сейчас имя героя Иванова носит пионерский лагерь завода «Респиратор в Стрелках» и улица в городе Орехово-Зуево. Продолжение следует...